Здравия! Азьесим, свет во тьме Ютуба! И это моё видео посвящено недавно вышедшему сериалу Легенды Завтрашнего Дня. Легенды Завтрашнего Дня это сериал, в принципе, основанный на комиксах DC, который использует персонажей, в принципе, из комиксов DC. И этот сериал связанный с некоторыми другими сериалами по комиксам DC, в частности, Стрела и Флэш. В принципе, первым из данного блока сериалов был Стрела, позднее от него как бы вырос сериал Флэш, который стал самостоятельным, но и в сериале Флэш, и в сериале Стрела собралось определённое количество второстепенных героев и антигероев, которых и решили объединить в сериал Легенды Завтрашнего Дня. Ну, собственно говоря, такая предыстория в плане съёмок. В плане мифологии самого сериала осторожно, те, кто боится спойлеров, хоть глупо боятся, наоборот, я считаю, перед тем, как идти на какой-то фильм, или перед тем, как вообще лучше... Зачем? То есть кинотеатры — это уже давно прошедшие времена. Сейчас лучше просто фильмы смотреть, ну и сериалы, соответственно, смотреть через интернет. И, собственно, я надеюсь, что среди моих зрителей нет настолько примитивных существ, которые до сих пор ходят в кинотеатры. Или, допустим, которые ждут, когда сериал выйдет по телевизору. Это бессмысленно. Сериалы выходят в интернете, есть целая куча сайтов, на которых эти сериалы присутствуют. И это удобнее, это даёт вам независимость и возможность повторить нужную серию или пересмотреть её столько раз, сколько вам нужно, или промотать какие-то части серии. Но это уже другая история. Я говорю о том, что лучше всё-таки изначально знать хотя бы приблизительный сюжет, для того, чтобы позднее было удобнее как-то настраиваться и понимать, что происходит. Поэтому я считаю, что не стоит бояться так называемых спойлеров. И вот, сюжет завязывается, что в будущем убили жену и сына некого Рипа Хантера. И этот Рип Хантер обращается к каким-то другим людям и говорит, что он хочет отправиться в прошлое, изменить прошлое и уничтожить Ван Делла Сэвиджа, собственно, того негодяя, который и убил его жену и сына. Этот человек называет себя Повелителем Времени и обращается к другим Повелителям Времени. Хоть и его назвали Рип Хантер, однако основная идея его как Повелителя Времени, идея самих Повелителей Времени, идея маскирующейся машины Времени, которую некий очень такой хороший, но взбунтовавшийся Повелитель Времени украл у других Повелителей Времени и отправился в свободное путешествие, всё это просто передрано с сериала «Доктор Кто». Чтобы не сказали, что наоборот, сериал «Доктор Кто» это заимствовал с DC, ознакомьтесь с историей, сериал до перезапуска. И фактически даже возможно правильнее сказать, что сериал «Доктор Кто» и не перезапускался, потому что новый сериал «Доктор Кто» как бы иссылается на старый, продолжает старый. И он с самого начала 20-го столетия идёт, то есть это, наверное, вообще самый старый и самый долгоживущий из таких вот научно-фантастических сериалов, который вообще есть. И там, в самых ранних уже эпизодах, был этот мотив, что «Доктор Кто» угнал машину Времени. У этой машины Времени, правда, сломалась маскировка, и она стала постоянно выглядеть, как полицейская будка. И, собственно говоря, там ещё есть главный антагонист, это мастер, главный антагонист «Доктора». И вот по времени, так сказать, «Доктор» путешествует, набирая себе спутников. Сам же актёр, который сейчас в сериале «Легенды завтрашнего дня» играет по велитее Времени Рипа Хантера, раньше также снимался в сериале «Доктор Кто», однако не как сам доктор, а как младший, что ли, помощник, как друг, как сопровождающий доктора, и точнее даже не непосредственно так, а как возлюбленный и муж подруги доктора, которая с доктором путешествовала. Ну и, в принципе, за сложным стечением обстоятельства Эмили Понт, ну и, соответственно, Рори, которого играл этот актёр, который сейчас играет Рипа Хантера, стали родителями Ривер Сунг, жены доктора «Кто». О сериале «Доктор Кто» я некоторые видео уже делал, и сейчас запишу также. Однако, возвращаемся к легендам завтрашнего дня. То есть завязка в какой-то степени аналогична с сериалу «Доктор Кто». Доктор или Рип Хантер набирают спутников и со спутниками путешествуют во времени, чтобы победить зло, восстановить справедливость и так далее. Другое дело, что у путешествий доктора не было какой-то однозначной цели, не было главного антагониста, как Вандал Сэвидж, а в легендах завтрашнего дня есть Вандал Сэвидж. Хотя из сериала «Доктор Кто» перекочевала идея о фиксированных точках во времени, то есть некоторых событиях, которые случились во времени и которые так и должны быть, которые нельзя уже изменять. И также аналогично с сериалу «Доктор Кто» в сериал «Легенды завтрашнего дня» перекочевала идея, что нельзя встречать себя же, который путешествовал в прошлое, и там что-то делал, и как бы два раза путешествовать в прошлое в одну и ту же точку, чтобы, допустим, себя остановить при совершении каких-то ошибок в прошлом, или помочь себе, или чтобы как бы двумя себями атаковать какого-то врага, что это нельзя. Этот мотив есть в сериале «Доктор Кто», теперь это есть в «Легендах завтрашнего дня». И, соответственно, «Рипхантер» взял «Холода», взял «Поджигателя», взял «Атома», взял «Белую канарейку» и взял «Фаершторма», и с ними направился в прошлое. В первой же серии случилась такая ситуация... А, там ещё, правда, «Ястреб» и «Орлица», которые по мифологии этих сериалов являются переродившимися египетскими принцем и жрицей, которых изначально убил Ван Дел Сэвидж, однако тогда на Землю падали непонятные метеориты, которые подарили Ван Делу Сэвиджу вообще бессмертие физическое, а им подарили возможность перерождаться и, соответственно, вспоминать свои прошлые жизни. Сама эта история была уже нам презентована в сериале «Флэш» и в сериале «Зелёная стрела», и, собственно, в этих же сериалах были показаны уже сцены борьбы с Ван Делом Сэвиджем, было показано, как совместно «Флэш» и «Зелёная стрела» ну, с другими героями, конечно же, даже победили Ван Делла Сэвиджа. И всё равно, якобы, Ван Дел Сэвидж как-то выжил, и ситуация продолжилась. Но если по мифологии сериал он вообще бессмертен, то и неудивительно. К тому же у меня даже есть теория относительно того, кто воскресил Ван Делла Сэвиджа. Но это уже другая история, и об этом я скажу как-то другой раз. Вот так завязывается сюжет. Также напоминаю, что в сюжете есть некий Хронос, охотник из будущего, которого послали остальные повелители времени, чтобы вернуть назад машину времени и уничтожить, очевидно, и самого Рипохантера, и всех тех, кто видел и принимал участие в изменениях временной линии относительно того, как временная линия видится из прошлого. Что само по себе отчасти идиотизм, так есть закон выравнивания времени, и это всё в принципе невозможно. Но по мифологии сериала это есть, и пока возможность этого оставим. Учитывая, что всё-таки это сериал по комиксам. В первой серии умер сын из прошлой жизни Орла и Орлицы, и, соответственно, дальше, во второй серии, умер сам Орёл, то ли Ястреб, как его по-разному называют. Короче говоря, переродившийся Хуфу, принц египетский, который изображается, как некое крылатое существо, летающее и бьющее большой булавой по всем своим врагам. Так вот, в первой серии умер его и её сын, который у них был в той жизни, которая была перед нынешней жизнью, которая показывается в сериале. Во второй серии умер уже сам этот принц, и всё это как бы даёт дополнительный стимул собравшейся группировке идти и воевать с зловещим Вандалом Сэвиджем. Если будет интересно, я, возможно, сделаю отдельное видео по тому, как Вандал Сэвидж описывается в других произведениях DC и какие отличия есть у сериального Вандала Сэвиджа. Ну, на этом, в принципе, всё. Ну, что ж, ещё один научно-фантастический сериал. Сериал о путешествиях во времени. Соответственно, я считаю, что лучше классики, лучше «Доктора Кто» навряд ли он будет. Это жалкая некая пародия на некоторые элементы сериала «Доктор Кто» с таким вот комиксовским происхождением, как бы. То есть, это взяты персонажи из комиксов и помещены в некие обстоятельства, подобные сериалу «Доктор Кто». Ну, сейчас есть такая ситуация, когда персонажи из разных киновселенных, из разных произведений, как бы, дублируют, немножко модифицируют. Видно, уже лень придумывать что-то новое. Да и столько всего уже придумано, что просто заимствуют и чуть-чуть модифицируют то, что уже есть. Также, очевидно, поскольку есть комиксовский «Вандал Сэвид», что, очевидно, в основном будет это базироваться на комиксах, ну и модифицироваться в произвольном порядке, как это и есть с сериалом «Флэш» или «Зелёная стрела». Дорогой. Окей, freeze.